Нам удалось рассказать целой области о российском подсолнечке. Раскроем вам секрет, чего стоил нам рекорд. Мы вместе делаем рекорд, мы вместе стремимся к этим рекордам. И ответить честно, глядя вот так вот, глаза в глаза людям, будет ли российский подсолнечник, будет ли он соответствовать качеству. Вот мы это делаем. Вот это именно и доказывает превосходство российской селекции, ту, которую делаем мы над всеми остальными. Все самые лучшие достижения отечественной селекции, и в том числе лучшая селекция подсолнечника. Привет, это Агроменеджер, меня зовут Илья. Сегодня мы опять в Орловской области. Опять опытное хозяйство Дубовицкое. Щелково, 25 лет. И сегодня мы опять рассказываем про семена. Самая актуальная тема. И, кстати, спойлер. Сегодня мы раскроем секрет, как мы сделали рекорд и сколько он нам стоил по Ермову, 120 центов. Кто не видел этот ролик, посмотрите. А вы, кто еще не подписался, подписывайтесь. А я вам расскажу, что сегодня мы здесь делаем и что проводит Щелково Агрохим. Итак, сегодня уже второй день огромного агрофестиваля Бетарен, который посвящен 25-летию, посвящен отечественным сортам. Сои, кукурузы, подсолнечка. Сегодня будут продемонстрированы все самые лучшие достижения отечественной селекции. И в том числе лучшая селекция подсолнечка, лучшая селекция сои от компании Щелково Агрохим. Вчера была научно-практическая конференция, на которой разговаривали про рынок, куда он движется, какие культуры интересны. Все это я в выпуске расскажу. Плюс еще мы посмотрели 70 сортов сои, в том числе и лучшей селекции компании Щелково Агрохим. В общем, обо всем по порядку. И Ермоловка, как обещал, я вам полностью расскажу. Как всегда, по доброй сложившейся традиции мы встречаем здесь своих гостей со всех регионов. Оренбург, Калининград, Сибирь, Самара, Липец, конечно же, Тамбов, Орел. Все регионы не перечислены на нашей площадке, на нашем опытном хозяйстве на 6000 гектар Дубовицка. Конечно же, как всегда, вкусное угощение, пища не только для ума, но и, как говорится, для наших дорогих гостей. Мы делаем все. Но что же мы сегодня показывали? Показывали мы, начнем не сегодня, начнемся вчера, 70 сортов. В том числе, два отличных сорта компании Щелково Агрохим. Этот сорт СОЯ Бинго и новейший сорт ТЕРИ, который уже сейчас показывает отличные результаты, стоят в поле. Почему 70 сортов? А нам было важно показать сравнение наших сортов и лучших сортов отечественной селекции. Но, спойлер, была в то же время, и западная селекция был самый знаменитый ProGrain. Потому что, когда вы видите СОЯ на одних делянках, потом видите ее у нас, у вас память, ну, скажем так, у вас память отличная, вы у нас думающая аудитория, но иногда взгляд замыливается. А когда вы видите два сорта СОЯ, которые растут рядом, и не видите разницы, а может быть, даже делаете упор на то, что российская действительно интереснее, вот это именно и доказывает превосходство российской селекции, ту, которую делаем мы над всеми остальными, в том числе и ведущими мировыми производителями. Мы это утверждаем, и мы это подтверждаем на наших опытных делянках. Ну, куда же я от своего любимого подсолнечка, от своей любимой СОЯ? Вот, кстати, как выглядят настоящие мешки лучшей российской селекции производства щелкок Аграхима. Это наш подсолнечек, и мы им гордимся. Здесь же сахарная свекла. Ну, продолжим про подсолнечек. Причем подсолнечек мы сегодня показываем не только в поле, но сейчас я вам расскажу ту активность, которую сделали мы в Липецком представительстве неделю назад. Нам удалось рассказать целой области о российском подсолнечке. Здесь мы демонстрируем не только, как выглядят семена, а то, как они готовятся, как происходит обработка семян, какими препаратами, как мы готовим препараты полностью. Мы раскрываем все от и до. И сегодня мы, кстати, еще раз повторюсь, раскроем вам секрет, чего стоил нам рекорд, именно стоил и в деньгах, и в количестве питания. Потому что в комментариях своих под роликом, нашумевшим роликом про Ермоловку, вы, дорогие друзья, многие, некоторые, точнее, из вас, оставляли комментарии, что мы ее там закормили, мы приписали рекорд. Сегодня я все расскажу. Но перед этим сначала подсолнечко. Это активность, которую мы сделали в Липецком области. Так что мы сделали? Мы за одну неделю проехали все 18 районов Липецкой области посетило данное мероприятие больше 165 сельхозтоваропроизводителей. 30% нашей области нам удалось рассказать. Не в формате больших мероприятий, когда мы по несколько часов показываем, рассказываем, а когда за 30 минут нужно рассказать, чем твоя селекция отличается, чем изменится российское законодательство и что ждать. Это можно рассказать людям. И это нужно рассказывать. Не травить обещаниями, не плодить слухи на рынке, а привести, рассказать и ответить честно, глядя вот так вот глаза в глаза людям. Будет ли российский подсолнечек? Будет ли он соответствовать качеству? Вот мы это делаем. Кто делает еще, молодцы. Кто не делает, но, ребята, догоняйте, как обычно. Итак, зачем я держу эту брошюру? Когда нам говорили, что мы таим данные о Ермоловке, как мы получили этот рекорд, нет, мы ничего не таим. Вот эту брошюру получил каждый участник. Она роздана фактически в каждой представитель Щелкова Аграхим. Любой из вас может ознакомиться с этим. И да, вот сейчас вот здесь ссылка ВКонтакте, где я скрины опубликую того, сколько стоило. Потому что как мы кормим, как мы защищаем, это надо читать на словах. На словах можно сказать, запомните вы или нет. Поэтому вот эта ссылочка, переходим, подписываемся, и там будут все скрины, сколько мы затратили. по факту на рекордную Ермоловку. Даже с общепроизводственными затратами мы затратили 42 тысячи рублей. Да, много, скажете вы, но опять же, урожайность 120 плюс. Напоминаю, это очень хорошие затраты. Если мы берем общепроизводственные затраты по хозяйству с плановой урожайностью, минимум 85 центеров с гектара озимой пшеницы, то она составляет 29 тысяч 400 рублей. Это уже с основным питанием, это как раз средство защиты питания, и это, естественно, микроудобрение. А стоит ли вам говорить, что вся защита, все питание, это, конечно же, Щелково Аграхим. Мы вместе делаем рекорд, мы вместе стремимся к этим рекордам, к рекордным урожаям, ставя себе высокие планки. В этом хозяйстве, я говорю, плановая урожайность 85, и мы ее достигаем, и даже делаем больше. Еще буквально 10 минут назад с этой сцены наш генеральный директор Сальс Добавич Каракотов Академик РАН поприветствовал всех собравшихся гостей и дал старт этому крупному отличному мероприятию, которое аграриям со всей страны докажет и покажет в поле, как выглядит лучшая российская селекция. А я, а я пойду дальше. Ролик-то надо почти уже заканчивать, поэтому, что я сделаю? Ну, во-первых, по брошюрке я сказал, обращайтесь в ближайшие региональные представители, вам все данные дадут. Замечательная водичка, это не препараты щелку-аграхим, но водичку, водичку мы любим, поэтому попьем воду и пойдем дальше. Ой, ну вот здесь на самом деле должен был быть пафосный кадр того, как я выхожу из баклажки, но если с препаратами у нас получается, реклама иногда нас подкачивает. Как я и говорил, иногда мы в маркетинге действительно отстаем, это не в укор нашим рекламщикам. Девчонки, не обижайтесь, очень хотелось снять крутые кадры, но вы же не за приколами нас смотрите, вы смотрите, что мы здесь делаем. Если подытожить, мы показали то, как мы делаем семена, то, как их готовим, то, как они выглядят в поле, и самое главное, что запомнил каждый посетитель этого агрофестиваля. Что должны запомнить вы? Семена в этом году будут? Будут семена лучшей российской селекции, всем хватит, поэтому обращайтесь в ближайший региональный представитель Щелка Аграхим, и семена у вас будут те, которые вы хотите, и такого качества. Ну, закачайтесь. С вами были Агроменеджеры, меня зовут Илья, до скорых встреч. Что-то в последнее время я полюбил по скриптам, а сегодня, а сегодня я хочу показать вам, ну, гляньте, какие классные локации у нас всегда находятся, поэтому, дорогие друзья, ждем вас в гости. Кстати, я сегодня уже говорил за семена, спросите, где Артем? Артем сейчас в поле, сейчас его работу вы увидите, а вы, ну, а вы смотрите Агроменеджеров, это почти крайний выпуск сезона, крайний выпуск будет бомбический, мы закрываем сезон, целый год нашему каналу, юбилейный, первый, с подведением итогов, будет уже в следующий выходной, поэтому ждем 1 сентября, вам спасибо за просмотр, спасибо, что вы подписались, вот теперь точно пока, меня зовут Илья, Агроменеджер.